Хлебом и солью встречают в Данииловском храме викария Московской епархии, епископа Луховицкого Петра. Он прибыл в Нахабино с почётной миссией для великого освящения церкви, которая строилась здесь без малого 20 лет. 17 лет назад произошла закладка данного храма, было выбрано это место. Сегодня мы так подняли историю в сознании этого храма. Это была инициатива в том числе и командования инженерными войсками. Было выбрано ими это место на возвышенности в центре воинских частей Нахабино, потому что основу этих воинских частей составляют инженерные войска. И в честь покровителя был избран Даниил Московский, который является на сегодняшний день покровителем инженерных войск. Сменив рясу на праздничное облачение, владыка Пётр начал чин великого освящения. Его проводят в день 319-й годовщины со дня образования инженерных войск. И поскольку, наконец, были завершены последние строительные работы в храме. Подведена вода и организована вентиляция, перекрашены стены. Но службы в приходе шли здесь целое десятилетие, даже когда церковь стояла без колоколов. Сегодня в приходе не только военнослужащие 45-й инженерной бригады, но и больше 200 жителей Нахабино. Из них 100 – ученики православной гимназии при Данииловском храме. При закладке храма я была. Мой муж тоже помогает, участвует, благоустраивает храм, украшает. Мы стараемся. С детками тоже, видите, мы приходим, участвуем в литургии, помогаем. Сибирячка Александра с самого переезда в Нахабино следила за стройкой храма по дороге из школы. Говорит, когда-то здесь был пустырь и рощица, а теперь высится храм. Однокупольный, простой архитектурой, но собственной колокольней. Вокруг святыни провели крестный ход с мощами новомучеников московских Александра и Федора Риотовских и Константина Богородского. Они будут храниться в престоле святыни.